МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайская компания володая правом на распроцовку одзиных на постсоветской просторе Радовища у Итриевой и Бирыльевой групп, яке размещены у Кыргыстане. На Гомельском химичном заводе гостей из Китая цікавить макчымасть отримания редко земельных металлов за отходы в творчасти предприемства. Бизнесмены подчас сустреча смогли отримать информацию, якую будут старанно анализовать на протягу ближайших месяцев. У вынику установчего решения на при конце этого года будут подписаны погоднения об супрацовнецтве. Практика промога диалогу с жихарами регионов по хвалючих их пытанях протягнется 15-го жнивня. Простовники выканавчей улады проведут в субботу черговые промые линии. У Гомельской области звороты грамадян будет принимать первый наместник старшине Аблу Конкама Александру Владимирович Максименко. Нумер телефона у Гомели 75-12-37. Час проведения с 9 до 12-1. У Гомельским гарвы конками промой линию проведе первый наместник старшине Павел Яугенович Паулов. Звонков от жихарова областного центра чекают по номере телефона 71-09-59. Як и зауседы по субботах вести телефонные размобы с грамадянами будут у районных администрациях и райвы конкамах. На Гомельщине завершается уборка сбожжевых. Разом с тем полевые работы на этом не скончились. Специализованные господарки ведут на рыхтолку Городнины. Не ледячи на невельми спраяльный по климатичных умовах год, аграры плануют собрать уроджайний горш за леташний. Олег Сенцеров потекавился перспективами. У коммунальным сельско-господарчим унитарным предприемством Брылёва Гомельского района Городниной займается уже некакие 10 годов. Зараз на палетках господарки каля 15 культур, кожная за яких мая до того же до 10 годунков. Такая разностайность дозволяя отрымливать уроджай в открытом грунте с початку лета до середины осени. Вогули выбор культур у значной ступени залежит от потреб рынку, але некоторые из их почали выросшивать ясчай и по причине изменения климатичных умов. Размова у приватности об так же червоном перце и спаршовой фасоли, хоть по великим рахунку повышение середних температур приносит больше проблем, чем плюсов, але в истя можно знасти и тут. В частности, в нашем хозяйстве есть две дождевальные машины кругового движения, четыре машины передвижные дождевальные, поэтому это нам позволило, все-таки, несмотря на эту жару и несмотря на дефицит влаги, получить хороший урожай. В частности, вот сейчас мы закончили уже уборку гороха, и урожай на один центр даже больше, чем по сравнению с прошлым уводом. Для того, как зарабить выники работы больше стабильными, уксуп Брылёва займается выросшиванием городины не только в открытом грунте, але и в теплицах. Тут перший урожай отримливается еще в лютом, а пошки в листопаде, что дозволяет не только забеспечивать потребы местного населенства, але и реализовывать продукцию у инча регионы. Тем больше, что при доброй урожайности можно различивать на великие объемы. Тепличная господарка уксуп Брылёва истнует 30 годов. Летость тут с кожного квадратного метра отримали по 51 килограмму огурков и помидоров. Это самый лепший выник у Гомельской области. Уласная перепроцовка уксуп Брылёва заявилась еще в 1946 году, але, заправды, сучасную вытворчусь, где городину можно как консервовать, так и замороживать, открыли 7 годов тому, что, до речи, дозволило заменить на внутреннем рынке значную часть импортной продукции. Летость, например, тут заморозили только спаржевые фасоли больше 500 тонн. Сегодня так кажутся, и я буду еще больше. При этом господарцы не утойвают. Для того, как конкурировать с замежными вытворцами, необходимо выкористовывать сучасные технологии. Напрямую работаем с многими иностранными фирмами, которые имеют дилерские центры на территории Республики Беларусь. И изучение всех новых сортов и технологий дает очень хороший результат. Если, скажем, в 1995 году мы производили до 3000 тонн овощей в открытом грунте, то уже в 2014 году мы получили 10 112 тонн. Олег Сентяров, Валерий Габанько, телерады компания «Гомель». До других тем. Одразу на двух гомельских пляжах были знойдены артиллерийские снарады часов Великой Айчинной войны. Сначала это произошло в пригородном поселке Чонки, а затем – каля пляжу в Новобелецком районе областного центра. За тем, как обеспечивали боеприпасы, назирала наша здымочная бригада. На Новобелецком пляже пустынно. Купань не сегодня заборонена. Правда, в этот раз не из-за якости воды. Как высветлилась рака, в этом месте таила иншую небезпеку. Выявили ее выротовальники освода. Подчас тренировки водолазы зауважили на дне предмет, який по форме нагадывал артиллерийский снарад. Людей эвакуировали, праздарение поведомили у военкомат. Задачу серьезно ускладняло место находжения боеприпасу. Каба без шкодить, яго з Витебска приехала специальная группа десантников, а у якима эти саперную и водолазную подрыхтовку. У нас работают, есть группа водолазов. Это Витебская 103-я мобильная бригада. Снаряд времен Великой Отечественной войны, он всегда опасен, потому что он находится в очень плохом состоянии. Любое взаимодействие с воздухом или так может привести к взрыву. После некольких опусканий у воду водолазы-саперы достали артиллерийский снарад 122-го калибра. На дне сожа он пролежал больше за 70 годов. Узрывальник находился на узводе. А это значит, выбух мог отбыться в любой момент. Саперы кажут, что в опошний час сутыкаются с подобным регулярно. Без факторов на дворде так само не обойшлося. В этом году в связи с тем, что именно река обмелела, частые вызовы у нас идут именно в район реки. Часто находятся снаряды на окраине воды, то есть на урезе. Река отступила, появились боеприпасы. Особенно это касается Ветковского района и Гольмского района. И в районе пляжей. Народ купается, вода прозрасней сейчас стала, все видно. Глубина небольшая, поэтому часто находят именно в этих местах боеприпасы. Часто выезжаем. Руслан Пролясковский, Сергей Негеревич и Гермарышченко. Телерадиокомпания «Гомель». Сейчас в Гомеле ведется масштабная работа по доброй упорядке автовокзала. Плануется, что свое новое обличие, этот громадсказначный объект, отримает до дня города, который традиционно проходит в областном центре в середине вересня. Вероника Ворошилина подчеркнулась темпами проведения ремонтных работ. Все несередний пассажиропоток Гомельского автовокзала варьируется от 4 тысяч в будние дни и до 7 и выше в выходные святы. А життевляются пригородные, международные, внутриреспубликанские и международные маршруты. До часовых незручностей, которые имеют место в связи с заведением тут ремонтных работ, пассажиры, как правило, ставятся лояльно. Тих, кто еще не усвядомил всю важность таких первотворений, супрацовники автовокзала переконавши просить отнестися до их с разумением. Крюху ранее был обновлены фасад будинка, что значительно оживило и полепшило его внешний выгляд. Меж тем, после масштабного доброго парадкования, этот громадскозначный объект отримает еще больше сучасное и шмат функциональное обличча. Проектам предугледжена замена усяго асфальтового покрытия на плясовце прибытия и стоянки автобуса. Будет ремонтованный перрон и установлены зручные лавки для отпочинку пассажиров. До речи, будучи перетворения, не обмянуть увагой потребования безбарьерного сяродя для людей с обмежеванными физичными махчимостями. Появятся ленты из контрастной плитки, дабы люди со слабым зрением могли ориентироваться спокойно по зонам движения и не допускать определенного травматизма. Также мы производим третий этап модернизации зала ожидания, в котором появятся как торговые ролеты, так и помещения платной справочной службы, дежурные по автовокзалу, дабы придать нашему предприятию сегодня красивый современный вид и представлять наши ворота города на самом высоком уровне. Межтым на Гомельщине повышение культуры и якости обслугования пассажиров з'является одной из основных задач. У гэтых метах выкористовываются самые сучасные методы и формы работы. Рухомый состав для перевозки пассажиров постоянно обновляется, улишвивающие добрые умовы аутотранспорта и дорог, поменьшается час доставки людей на загородных маршрутах. По мягчимости отбывается снижение кошту перевозок, а для комфортабельности у всех удельников транспортного процесса укороняются сучасные инновационные технологии. В тестовом режиме в городском автобусе на 20 маршруте в городе Гомеля установлен Wi-Fi. Из тысячи автобусов, имеющихся на сегодня на балансе Гомеля облатотранса, в 700 автобусах уже установлены автоматизированная система чистосвязкого управления, что позволяет сегодня в анайл-режиме отслеживать маршрут движения транспорта. В случае возникновения каких-то нештатных ситуаций оперативно повлиять на процесс перевозок. Буйные предприемства-перовозчики Гомельской области для протягнения новых и утромания своих постоянных клиентов имкнутся максимально задовольнять их потребы. До приклада открытое акционерное товариство Гомель Абл Аутотранс проводить мониторинг меркования у своих пассажиров. Уж дневни они запустили новый тематичный проект «Громадский контроль» накерованный на прием подобных претензий и пропонов. С умовами проведения акции можно ознайомиться на официальном сайте предприемства Гомельского городского або областного выканавчего комитета, а так само у сродках массовой информации. Вероника Варашилина, Александр Александронец, телерадио, компания «Гомель». Сегодня у православных верников начинается самый короткий из усих постов – Успенский. Он установлен перед великими святами, преображение Господнего и Успение Божией Мати и протягивается усяго два тыдни. Успенский пост один и присвеченный Богородицей, тому называется «Ящей Богородичным». У этой дни с рациону выключаются мясные, молочные продукты и яйки, а рыба дозволяется только у святой преображения Господнего. Як и подчас любого православного посту, во Успенске так само важно не только телесное устремление, а и духовное. Тому треба имкнуться, отмовиться от шумных забав. Успенский пост умещает у себя три спасы – мядовый, яблочный и ореховый. Он же хлебный. Начинается он с проведения мядового спаса. По час яго люди приходят поклониться до крыжи Господнего и осветить свой перший ураджай меду. Праздник он на той праздник, чтобы человек уготовил свою душу, в том числе и этот пост, чтобы уготовил свою душу для того, чтобы прийти на исповедь и на причастие, чтобы принять в себя самого Христа. И на это все посты как бы и направлены. Человек не просто должен принести баночку меда, осветить ее и унести домой, а он должен прийти в храм и осветить в первую очередь свою душу покаянием и последующим принятием святых тайн Господних. Сегодня футбольный клуб Гомель в рамках чемпионата в Беларуси будет принимать левший клуб краины минулого сезона Борисовский Батэ. Молодой гомельской команде необходима поддержка болельщиков в этом непростом супростоянии. А тому запросить гомельчан на трибуны гульцы выросли особиста. На улицы города вышли по оборонцам Гомеля Яуген Милевский, нападающий Алексей Тяслюк. Под час акции они раздавали запрошения на пятничный матч. Сгодно статисты, в последние годы наведывальность матча в чемпионат Украины падает. Традиционно гомельчане активно поддерживают свою команду. На домашние гульни Гомеля приходят болельщиков больше, чем у среднем по краине. Однако интерес снижается. До того же бегущий сезон, не лепший в истории клуба. Зараз у турнирной таблицы Гомель займае 12 место. Хоча и за все на матче супрац чемпиона нас-то даю не центральный, не до хопа употрымця не будя. Але, як говорится, чем больш, тем лепш. У нас команда молодая. Если люди приходят и болеют, мы чувствуем это все на поле, как они нас поддержат, и нам легче, и раскрепощение болеясь действует на поле. Приходите к нам на футбол, и я думаю, вы не пожалеете. Все будет сильно. И на этом ранешний информационный выпуск телерадиокампании Гомель завершен. Наступный глядите сегодня на телеканале Беларусь 1 у 15.10. До встречи.